Друзья, у нас сегодня в галерее Ракурс, как всегда, все очень активно и непредсказуемо. Но, наверное, не зря, потому что сегодня необыкновенная встреча необыкновенных людей и выставка очень необычного художника. Мы очень долго ждали, когда он найдет настроение, время, когда у него появится возможность представить свое творчество на соцзрителя в стенах этой прекрасной галереи. Можно единственное, что сказать, что я сейчас приглашу сюда директора галереи Ракурс Сергея Брайко, и он достойно представит Михаила Кузьмины, как положено, с важным делом. Всем здравствуйте. Прежде чем начать говорить, я хочу задать вопрос. Вот чувствуется праздник в такой обстановке? Чувствуется карнавал? Или только у меня такие ощущения? Рождество чувствуется. Рождество, да. Да, предрождественское состояние. Потому что, действительно, когда заходишь на выставку Михаила Кузьминых, это праздник. Я вспоминаю, по-моему, это был или 10-й, или 11-й год, проект «Карнавал», как раз именно так и назывался, проект «Карнавал». Мы тогда с Сергеем Костиным были его организаторами, и я пригласил к участию Мишу. Это музей западно-восточного искусства, это второй этаж, несколько залов, и самый большой зал, две Мишины работы вертикальные, они просто там были бомба. Потому что, вот он был карнавал, на самом деле. И я с тех пор начал охотиться за Мишу. Очень мне хотелось сделать персональную выставку. Где-то, по-моему, еще участвовал в каких-то... Что-то было совместно. Да, совместно. Но персонально первый раз, и я настолько благодарен Михаилу, настолько рад, что это все-таки произошло. Потому что очень-очень необычный, очень красивый художник, и в то же время скромный. Видите, где-то он шел. Мы его сюда пригласили, по-любому. Что я еще хотел сказать. Вот как раз, пользуясь тем, что идет съемка, я повторю, что я очень благодарен Михаилу, который не постеснялся и решился сделать в нашей галерее персональную выставку. Это обращение ко всем художникам, которые считают, ну, ниже своего достоинства, делают выставку в галерее Иракуус. Почему? Да, собака. Как можно сделать такой вывод? Дайте рассказать. Да, собака, но нам так удобнее. Нам так спокойнее. Да, нам так спокойнее. Да, третий этаж, металлическая лестница. Но я со своим букетом болячек, хожу туда нормально. Что еще? А даже то, что мы с Ритой служим этому городу, служим искусству, она 35 лет, а я 25 лет. Разве это не достойно того, чтобы здесь проводить вот такие красивые персональные выставки? И смотрите, как хорошо сочетается красота с домашним уютом. Мне кажется, это просто очень-очень здорово. Спасибо большое. Теперь можно, наверное, приглашение. Ну, а я вам скажу, что, я не знаю, что, кто испортил настроение нашему Сергею. Никто. Но люди, которые ко мне приезжали из Лос-Анджелеса, люди, которые приезжали из Питера в восторге от нашего помещения, и даже его друг, который был Филипп Чук, чудеснейший, интересный человек, который повидал полмира, да, и который выпускает журнал такой философский, интересный, и который имеет жену-художницу, потрясающую, удивительную Анастасию, был в восторге и сказал, что здесь вот он только в Черногории видел нечто подобное. Да, он персонал. И для меня, в общем-то, большая радость, что мы не всем открыты, и более того, я счастлива, что мы имеем закрытый формат. То есть, все, может быть, как бы я необычный человек, но для меня закрытый формат – это высший уровень. Поэтому что открытый формат, он для всех, а закрытый – для избранных. И, конечно же, третий этаж, чтобы здесь не было лишних фуршетников, которые приходят не посмотреть на искусство, приходят просто поправить свое настроение, состояние души тем, что на столах, а не тем, что на стенах. Поэтому мы отличаемся от всех и отличаемся очень выгодно с точки зрения высокого искусства. Так что Сергей зря скромничает. Я очень рада, что у нас избранные люди делают свои персональные выставки. И для нас это большая радость представить этих людей на суд зрителя и действительно нести высокое искусство, которое сейчас очень важно, оно противостоит полной линии абсурда, который льется и называется реально искусством. То, что покупается, то, что… Ну, не все, современное искусство бывает гениальным. Я имею в виду ту мешанину без, скажем так, без нравственности, можно даже тоже сказать, потому что высоконравственное искусство, оно понятно всем, в каком бы виде оно ни было представлено. Или это абстракция, или это классика, или это наив, но когда это высокое искусство, его принимаешь душой. Тогда радуется сердце. А все остальное рассказывают искусствоведы. Почему? Потому что нормальный человек, он не может внять чепухе и ерунде. И поэтому он думает, ой, я, наверное, темный, я, наверное, далек от искусства, я, наверное, что-то не понимаю, но мне кажется, это ерунда. На самом деле, таки, да, это ерунда. Потому что даже любой простой человек, кем бы он ни был, или работал бы вахтером, или работал бы дворником, или был бы просто обыкновенным бухгалтером, но когда он заходит в зал той же абстракции, того же современного искусства, любого направления, и когда он ощущает, чувствует, радуется, и когда его переполняют эмоции, вот это настоящее искусство. Поэтому в данном случае именно такой вариант, наша галерея, именно такой стандарт, и кто бы что ни говорил, абсолютно это, как это сказать, завидуйте молча, потому что мы реально лучшие. И я хочу сказать, что сейчас я приглашу сюда человека, которого представлял Сергей Брайко, о котором он сказал главные слова, человек избранный, удивительный, уникальный, интересный. Вы видите в его работах столько всего разного, вы видите, какие разные направления представлены на одной экспозиции. Насколько интересны образы, насколько интересны сочетания, насколько переплетение всех культур. Мы здесь замечательно гуляем и по Криту, и по Древней Греции, и по Вавилону, по Египту. Мы великолепно видим здесь Наски, и Инки, и здесь все, что ты хочешь. Египет, Италия, Рим, все смешалось воедино, потому что эти картины нас уносят в межвременье. Ребята, мы вне времен, буквально в рамках этой галереи, в которой всего 45 метров без летней площадки. Сейчас у нас летняя площадка только на перепор. Но эти 45 метров полны междумирья, и вы можете в этих междумирах гулять как угодно, потому что на любой из этих картин вы найдете для себя что-то свое. Итак, Михаил, пожалуйста, Михаил Кузьминых, вам слово. Сразу предопределю события. Огромное спасибо вам, что вы позволили мне показать что-то из своего творчества здесь. Огромное вам спасибо. Заранее и в века и в века даже сделаю татуировку. Спасибо вам. Спасибо, Ракурс. Что сказать. Да, давно мы хотели сделать с Сергеем Борисовичем выставку мою, но там складывались обстоятельства жизненные и все отложились. И здесь мы уже решили, все будем делать. И вот что получилось, так получилось. Я не знаю, что даже сказать, кроме слов благодарности вам, дорогие присутствующие здесь, что пришли, уделив, взяв свое время личное на наши персоны. Спасибо огромное. Ну, в связи с коронавирусом мы не имели возможности много людей приглашать, но те люди, кого мы сегодня здесь видим, это те люди, кого мы очень хотим видеть. И, безусловно, мы рады, что они могут полюбоваться вашим творчеством. Я хотела бы построить формат нашей встречи, пользуясь тем, что не смогли приехать несколько музыкантов, которые, я думала, будут сопровождать нашу экспозицию. Но это у нас всегда вариант вернисажа. Мы делаем открытие выставки в варианте вернисажа. Почему? Потому что всегда какая-то музыка, какие-то стихи, что-то вот звучит. Но у нас есть возможность поговорить о главном. Поэтому перед нами автор. И перед нами удивительные его полотна. И, конечно же, хотелось сделать небольшое... Я могу рассказать все, что угодно. То есть, как бы, я включаюсь, как свечка, очень быстро. И меня не надо заставлять говорить. Но одно дело, когда я расскажу вам о вас, а другое дело, когда о своем внутреннем состоянии расскажет сам мастер. И ведь это речайшие моменты. Вот сейчас... Я бы хотел, чтобы... Потому что я людям обещал, они тебя не знают. Расскажи, пожалуйста, свой творческий путь. А он очень интересен. А, мой творческий путь. Вы знаете, из рамок воспитания и этики просто... Просто неудобно не говорить о себе, честно. Неудобно. Себе говорить, да, о пути. Если говорить конторским, каким-то канцелярным языком, ну что, родился, учился с вами. Вот, да? Какой мой путь, жизненный путь? Мой путь ничем не отличается от каждого из вас. Тот же самый путь. Детство, любовь родителей, учеба, поиск себя, нахождение, метание, искание, разочарование, влюбленность, разочарование, опять влюбленность, дети, друзья, безденежье, пьянство, потом взлет, где-то падение, ломание руки, вставление зубов. Все точно так же, как всех у людей. Дружеские. Мы совершенно не об этом. Да. Очень интересно. Расскажите, как вы поломали руку при каких-то обстоятельствах? Я шел к Александровскому проспекту, споткнулся. Ничего лишь. Все нормально. А композиции? Да. Почему они? Почему не пейзаж, не портрет? А, ну ты вот уже творческий путь как... Вот я и рассказал творческий путь как у всех. Абсолютно ничего не понял. Ну, у тебя же... Сережа, ну что, биографию, что ли? Не надо, биографию. А, нет. Не надо, биографию. А почему я там делал? Да, почему ты выбрал? Выбрал вот такой. Ну как, почему? Ну вот оно вот идет и идет. Ну, человек, любой человек реализуется как-то в жизни. Кто-то становится молочником, кто-то там пекарем, кто-то журналистом, кто-то художником. Михаил скромно молчит о том, что 10 лет он только обучался живой висе. Он скромно молчит об этом. Он скромно молчит о том, что его любимый город Николаев, и этим тоже очень многое объясняется в его работах. У него удивительно такие любовательские, любительские его морские пейзажи, потому что он действительно вот любит свой город. И там у него есть даже большая мастерская. Но, тем не менее, Одесса все-таки тянет. Правда? Да. И Одесса тянет, и Одесса дала очень много хороших друзей. Конечно же. Которые здесь держат. И, конечно же, набеги на Николаев только для того, чтобы написать огромные монументальные полотна. А самое большое полотно в вашей жизни, какого было объема, размера? Размер. Ну, не знаю, настенная живопись, наверное. Настенная живопись. Я закончил монументальное отделение Харьковского художественного промышленного. Не знаю, не замерял, честно. Вот, наверное, может быть, самое большое полотно это село Аланешты в Молдавии. Винзавод, история виноделия. У КВП, так называемым, по церковному порядку, я расписал, начиная от первопримитивного питья из лужи забродивших фруктов неандертальцами. И кончая последними свистоплятом кислотных дискотек. А, кстати, я вам скажу, что на этой экспозиции тоже есть работа, которая посвящена культуре виноделия. И вот вы видите работу красной тональности, такой, которая привлекает взгляд. Мы ее поставили в обрамление таких ярких-ярких пятен, не случайно, потому что сама она очень интересна. Это молодое вино и выдержанное вино. И здесь стол, который ждет гостей. И здесь вино, которое не просто для напиться, а вино испить. И поэтому настолько красиво и деликатно обрамление этой картины. Здесь очень интересно дана вот сама книжечка, как Библия, да? Да, вот Библия, похоже на Евангелие какое-то. Это, если быть, точнее, это часосвод. Как бы, да. Поэтому вот интересно, почему у вас на этой картине, например, с одной стороны ножка, а с другой стороны ручки? Вот что вами двигало? Вот образы вот такие странные, необычные, невероятные. Маргарита, я думаю, что каждый зритель, слушатель от творца, будь то танцор, певец, музыкант, поэт, художник, каждый сам видит, как чувствует его сердце, как позволяет его культура восприятие. Что хочет, то, если конкретно говорить об этой работе, да, Евхаристия молодого вина, да, старое молодое вино меняется, да, цикличность, да, и все идет от одного единого духа, духа жизни, да, духа Вселенной, так будем говорить, да. И это, обогреть греческие мистерии. Кстати, да, вот в ваших работах, я хотела сказать, очень много таких образов, как с фрески, как с иконой, как с каких-то интересных таких, да, вот откуда вы учерпали это вдохновение? Именно с изучения материала тех времен? Или это что-то внутреннее состояние? Ну, вот давайте, может быть, я постараюсь объяснить, не конкретно на предметике, потому что это самая неблагодарная вещь, да, там Борису Гребичукову на последнем концерте орали, Борис, о чем ваши песни? Он говорит, слушайте, о чем мне песни? Михаил, о чем ваши картины? Фечь нас всегда так задается. Смотрите, впитывайте, плюйтесь, или наоборот, восхищайтесь. Есть разное мнение. Ну, вот, может быть, я сейчас, Маргарита, постараюсь следить. В молодости я писал стихи, да, писал стихи и написал такую большую книжку, тетрадь общую, такую толстую, большую, красную, как сейчас помню, исписанную стихами, философскими, такие глубины, входы-выходы в бытие, из небытия. И так, перелистывая ее, говорю своей молодой жене, Людмиле, говорю, знаешь что, Людочка, сожги-ка ты ее. Она взяла и куда-то взяла ее. Через некоторое время спрашиваю, Людмила, а где же вот сборник моих стихов? А, я написал еще на книге по-немецки, Гросс, Бог, психологик, он психоаналитик. Психопатологик, он психоаналитик. Психопатологик очень хорошо. Да, да, да. И она говорит, а я сожгла ее. Ох, я так расстроился, расстроился, ничего не ругал ее, и прихожу как-то в церковь. Чуть ругать сам сказал. Да, ну, да, прихожу как-то в церковь, и замечательный священник был у нас в Касперовской церкви на Садовой вершине. Касперовской церкви, священник, протаерей Алексей Дроздов. И он смотрит, я встаю там в пределе левом, он подходит ко мне, Михаил, что вы грустный такой? Я говорю, знаете, вот как-то вот писал стихи, такие долгие годы, писал студенческие. И сейчас, к сожалению, сказал жене, сожги, она сожгла. Он как начал смеяться, ха-ха-ха. Здорово, молодец, правильно сделали, что сожгли. Потому что это были плохие стихи. Я говорю, как? Потому что у меня точно так же было в юности. Это не твое, стихи не твое. Вот ты художник, будь художником, стихи не твое. И он говорит, вот смотри. Какой интересный, протеерей. Да, 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 правильно, потому что это были плохие стихи. Это так судьба сказала тебе, не надо. Я на этом я тебе поаплодировал. Ты сердце. Ты сердце. Но бы жена не сожгла их. Как мастера Маргарита. Не, не, не. Все-таки в том, что они наконец найдутся. Нет, вот отхода идет с удовольствием. Как Гинсбург, все, помните, что в своей картине стал петь. Да, да, вот так. И она их полностью сожгла? Ну, говоришь, что сожгла. Ну, мне осталось несколько листочков там из черновика. А по памяти можно пару строков? Ну да. Нет, 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 нет. Ну, смысла нет. Я к этому не готовился. Не готовился. Я хочу продолжить. А люди, давай. Две строчки. Я хочу продолжить. Вы не можете не спать. Но, пожалуйста, не спевайте меня, Алексей. Мне задала Маргарита. Давай я отвечу Маргарите, а потом по беседе на эту тему. На тему поэтики. Не поэзии даже, а поэтики. Я с этим, со священником продолжаем дальше разговор. Я говорю, а как же, как же, а почему же вы это сожгли? Я говорю, я почувствовал, почувствовал, что я писал умом свои стихи. А ты вот чем писал? Я говорю, писал сердцем. Нет, говорит, вот знаешь что? Нужно уметь писать и умом, и сердцем одновременно. Вот как служим мы молитву? Я это запомнил на всю жизнь, и всю жизнь это несут. Вот мы служим молитву, священники. Четким, хладным умом, и чистым, ярким сердцем. И когда этот баланс хладного ума и чистого сердца, и получается истинная молитва. Я себе понял, что да, действительно, чтобы делать живопись, как таковую, хорошую или плохую, оценить будет зритель. Хорошую, для меня, живопись в центре сказать, да, ты не зря прожил день, жизнь, вечность, не зря. Это когда у тебя четкий рациональный ум, абсолютно чистый, ясный, жесткий, даже можно сказать холодный ум. И теплое, доброе сердце. Вот когда ты через это пропускаешь, и когда логика и чувственность, чувственность и логика, и вот этот баланс, эти качели, оп-оп-оп-оп, уравновещивались весы эти, оп, и пошло. И время останавливается, и уже времени нет. И ты думаешь, боже мой, неужели это я сделал? Я иногда так ворошу архивы, думаю, боже мой, неужели это я сделал? Это вневременное ощущение. Это действительно, творчество, это божественное проявление. Как любая, как молитва священная, как танец, как любовь к ребенку. Это все священное, оно вневременно. Вот что, а сколько вы пишете эту картину? Да бывает, напишешь за три дня картину, но она зреет в тебе, в голове. Зреет, ну может быть, даже не один год. Не один год образ этот зреет, зреет, зреет. Просто ты его не мучаешь, не страдаешь, не пухаешь, там вены не режешь. Не пофигу, созрешь, созрешь, не созрешь, не созрешь. И потом что-то щелк отсюда, и опа, это, это, соединяется, и вот и получается, или не получается. Не знаю, вам судить. Очень получается. Вот так могу сказать. Я хочу сказать, что у меня такое же мнение по поводу того, что нужно все-таки соизмерять все, потому что я общаюсь с поэтами, очень часто общаюсь с поэтами, в силу того, что у нас благотворительный фонд поддержки одаренных людей искусства и литературы, и он, естественно, задевает и творчество, и поэзию. И, конечно же, когда люди приносят свои стихи, особенно люди-дилетанты или люди-начинающие, которые реально вот просто вот приносят стихи, они уверены, чем ниже уровень, тем больше человек уверен в своем, ну, гениальности в своей. И когда пытаешься ему что-то сказать, что, знаешь, вот, а стоит, может быть, подумать, вот здесь вот как-то вот, а, вот Ритмин здесь, а он говорит, мне так пришло, это же вот мне так пришло, вы не понимаете, я же на связи с Богом. Ну, как это в том индукте, да, если вы говорите с Богом молитва, если Бог с вами, то что вы приняли. Ну, вот где-то так. То есть между ними есть грань. И как ребенок рождается, она в этот мир приходит в плевре, там, во всем, во всем, его омывает, его чистенько приготовливает к тому, чтобы показать его миру, показать его родителям, мамочке, папе и так далее. Вот так же и с творчеством. Конечно же, надо очень к этому относиться деликатно. Я смотрела на ваши работы, они очень, очень точно проработаны тщательнейшим образом. Здесь слишком много детальных, таких, как это сказать, даже символов. В этих маленьких, мелких деталях очень много символизма. И, конечно же, когда читаешь работу, читаешь, именно читаешь, потому что живопись очень по-разному читается, очень интересно читается именно живопись, когда это произведение есть о чем почитать. И, конечно же, каждый читает по-своему. Поэтому, может быть, сегодня я даже откажусь от своей, так сказать, от своего конька, полного, так сказать, обзора ваших картин. Наверное, потому что мы дадим возможность каждому увидеть в этих картинах не то, что вот я сейчас расскажу. Хотя очень интересно было читать и считывать информацию с ваших картин. Очень интересный сюжет, эмоциональность, интересные эмоциональные связки, информационные связки. Вы достаточно хорошо и плотно работаете с историей искусства. То есть у вас достаточно глубокая и хорошая подготовка, судя по вашим деталям. То есть детали дают полную картину об общем потенциале художника, именно детали. И вот ваша детализация, она полна информации. И, конечно же, эти картины поэтому очень интересны. Каждый в них видит свое. И вот ваши чудесные работы декоративно-прикладного искусства, которые с аппликацией связаны с акрилом, да, с, как называется, аркалом, самоклеечка, да, вот эта, которая остается после, очень часто художники-оформители, когда делают какие-то работы, у них много этого материала, остается под ногами, под руками. И заходишь в мастерскую художника-оформителя, а, боже, какое, какое божественное, сколько, много здесь всего. А он ходит по этому всему, говорит, да, вот, надо же сдать вовремя. А тут собираешь эти все кусочки, и тут я увидела вот абсолютно вот такое же состояние ощущений, когда вот эти кусочки, которые я видела в мастерской художников-оформителей, здесь они приобрели произведение, то есть вот такое вот, они и стали произведением искусства. И, конечно же, эта вся тематика очень интересна, называется фонтаны... Персифоны. Персифоны, их 12 ритмов, 12 интереснейших, абсолютно разных, невероятно неповторяющихся сюжетов в таком интересном варианте, который абсолютно спокойно можно привнести как абстракцию в этот зал. Ну, да, можно сказать, я встроил... Да, ничего вот конкретного. Да, может быть, сказать, струи, да, но это же не струи, это же стилизация. Ну, это стилизация, конечно, стилизованная, да. Эта тема могу рассказать. Эти фонтаны Персифоны вообще, мы с Сергеем, я не хотел. Я их просто завез сюда, потому что переезжаюсь в мастерскую в мастерскую, сейчас и временно завез сюда, Сережа. А мы увидели, я просто... Я могу рассказать предысторию создания вот этих вот образов. Это уже третья, третья серия из этого цикла. В восемьдесят девятом, восемьдесят восьмом, по-моему, даже, году мне дали заказ в Николаеве, плакат 9 мая. Огромный плакат, огромное панно на Третьей Слободской, Дзержинска, Третья Слободская, Леша знает тогда, Николай, в Центральном проспекте. Вот, я сделал эскиз, сделал эскиз, эскиз, примерно сейчас скажу вам, ну, вот любой фонтан, возьмем, возьмем, ну, вот давайте, вот такой фонтан. Значит, вот так вот идет вертикаль, и расходятся две диагонали вверху. Белый фон, вот эти вертикали, просто цветные такие полоски, как салют, стилизованный салют. И внизу 9 мая, просто салют, взрыв, салют. Я писал, я в школе, в 23-й школе писал, вениками писал, у меня были бедра, и вениками раскрашивал, ходил, ходил. Огромное полотно, по-моему, 17 на 12, ну, большое полотно такое. Сделал все, идеально все сделал. Вешали лебедками, трактора какие-то, какие-то механизмы, растяжки. И 7 мая повесили, нет, 8 мая повесили, и такой здорово, в такой огромной еще, помнишь, сумерки такие, белый фон, эти яркие взрывы, салюта 9 мая. Ну, праздник, просто праздник, просто праздник был. Я такой счастливый уснул, 9 мая встаю, думаю, сейчас пойду, с летами памятнику, да, посмотрю на свое панно. Так, тынь, 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 заворачиваю, Леша, на Слободской и Третью, пом, на торец здания. А нет его, нет. Серьезно, вот, мне прям волосы дыром стали, нет, клянусь вам, нет этого панно. Но праздник, праздничные дни, я все-таки набрался наглости, мобильных не было, позвонил своему руководителю, Буловицкому Ивану, нет, Озерному Михаилу Ивановичу, позвонил, говорю, Михаил Иванович, что тут дела? Он говорит, Мишенька, представляешь себе, 8 мая какой-то большой партийный чиновник из обкома партии сел со своим секретарем в Волгу и начал объезжать город, как готовится город, подготовленный к этому, 9 мая. И проезжая мимо этого панно, он матом, что за ня-ня, снять! И тут же сняли, ночью сняли, демонтировали, вот, ну, вот так, и вот, и все, я-то немножко порастраивался, и все, но зато потом меня как в Союзе поздравляли, вот это да, мы сколько вешали такой юниор, а тебя отказали, вот это да, поздравляли. Я говорю, ага, вам не понравилось это, я буду в этом стиле теперь работать. И вот это вот, четвертая, третья, четвертая, я уже забыл, какая серия, вот из этого цикла, да. Да, Миша, вот это, Миша, вон там, это... Так это по факту и были твои самые большие картины в размерах. Ну, это не картина, Леша, это оформилушка. Ну, можешь так сказать, твои самые большие картины? А, конечно, я работаю. Сначала было 20 на 18 метров, ну, это оформилка, ну, это же не картина. А я вам скажу, что Леша, когда помогал Михаилу в навеске, Леша, интересная история жизни самого Леши, то есть вот, друзья, как можно сказать, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. И когда Леша начал рассказывать о школе абстракции, испанской школе абстракции, ведь это, как ты сказал, самая сильная школа абстракции, наверное, поэтому ты в Испании и, так сказать, решил обучаться этому интересному мастерству, нигде не будет, правда, в Кордемановке, выбрал Испанию, поехал туда, и так хорошо, можно сказать, обучался именно абстракции. И когда у них здесь во время навески были маленькие такие стычки, творческие споры, вы знаете, именно то, что нужно в этом помещении, вот эти вибрации, эти энергетические, яркие, такие интересные фейерверки эмоций творческих людей, которые знают, о чем говорят, которые имеют шикарнейшую подготовку, которые действительно развиты. Вот этим и отличается пространство Ардельрии Ракус. Здесь, может быть, нет, как это называют, бухла, да, как говорят, да, в народе, да, но я запомнила, мне понравилось это слово, оно у меня с бакусом, и я так, опа, теперь я запомню это слово, вот. Но это великая радость, что здесь есть состояние, когда люди могут поговорить об искусстве, о главном, об интересах, и когда люди могут поспорить, у них разные школы, разное абсолютно мировосприятие, и при этом они дружат. Это невероятный синтез вот таких вот разных энергий, которые делают творческую жизнь этих людей более полной. И, конечно же, когда искрят эмоции, всегда очень интересно. Я хочу сейчас вот каждому из вас дать возможность просто теперь спокойно полюбоваться, позадавать, я вам отдаю автора, и, пожалуйста, мучайте его вопросами, задавайте смело. Я очень познаю, знаете ли, за то, что она разговаривала его хоть немножко, потому что вообще два слова, и хотел уходить уже. Не, 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 у нас так не проходит. А давайте Лёшу попросим. Лёш, у нас большая просьба, выйди-ка сюда, нет, ты не говори, ты не о себе, ты сейчас просто немножко расскажи о Мише, потому что, Миша, его же пытай, как бы эти, у меня просто нет с собой пассатижей. Я бы как бы знала бы, я бы принесла. Ну, выйди так, ну, чуть-чуть, расскажи о вашем. Ну, давай с места. Мария Ивановна, можно с места. Мария Ивановна хочет убрать картину сзади тебя. Это картина, она хороша, она сейчас персональная выставка другого человека. И картина чудесная, она, это же персональная, должно быть, ну, совсем иначе. Ой, здравствуйте, очень рады видеть Наденька. Наденька с супругом, это чудеснейшая наша Надежда Ткаченко. Мужа, не помню, как зовут, Александр? Михаил Михайлович. Михаил Михайлович, присаживайтесь, пожалуйста. Как раз присаживайтесь. Дорогие гости завтра, как присаживайтесь. Вот ты бы вышел сюда, было бы проще всем. Операторы сейчас будут все перенастраивать, это лишнее время. Ну, давай позже, ну, хорошо, с места тогда рассказывай. Да, не хочет человек, не надо. Не хочет? Хочет, хочет. Он хочет, он ломается. Ломается. Я пусть он не ломается, есть ли я. Ну, ладно, ладно, он готовит речь. Я вам скажу, что когда они здесь, на рапирах, сделали такие сражения, я была в таком восторге, да, невероятном. Поэтому эти люди имеют что сказать и умеют как сказать. Ну, что, мои дорогие, тогда раз у нас опрос и допрос, так сказать, персональный не в нас... Нет, пожалуйста, спрашивайте. Можно, да? Да, конечно же, безусловно. А можно я вам задам вопрос? Я просто не люблю, простите, я не люблю о себе рассказывать. О организации. Я люблю рассказывать, допустим, о детстве, о родителях своих, да. Давайте, давайте, давайте. Что нужно, кстати? Давайте. Я вам расскажу историю, как мы ездили с Мишей Пельминек лет 10 назад в Ольвею. Помнишь, мы ездили в Ольве? Конечно. Давайте повернемся как-то, операторы. Ничего, 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 мы все фиксируем. С Нелю колестора нас повезло, короче, в Ольве. Мы начали там жить. А там, короче, начал происходить, вдруг ни с того ни с сего, большой инди-рок фестиваль. Куда съехались все хиппи с Украины и начали там мочить три дня подряд рот. Взяли там, ходить пьяные. Причем вы не знали, это так сам пара. Мы там очень здоровое время провели. И потом пошли на развалин от ромбинского города с Ольвии, но около Николая. Развалины в Идусе. Это развалины древних руин, французские языки. Ольвия. Древнегреческие поселения греческих. Там запады и несут. И мы там, короче, летом там были. Помнишь, Николая? Да. И вот в этих старых разрушенных виллах всяких древнегреческих, там стоит вода родниковая. И она ледяная, как будто бы 0 градусов температура среди жаркого лета. И там работают всякие различные международные археологические группы молодежные. И они в эти бассейны все букловские. Фотку, виски. Там, знаешь, там 200 бутылок. Они охлаждаются, охлаждаются в холодной воде. Они в холодильнике, да. И там пепси-колы, короче. То есть, сегодня люди используют эти холодильники древнегреческие просто по назначению спустя там 5000 лет. Это я вот говорю примерно, в какой среде рос Миша, с чего он соткал, как я его воспринимаю. Какие у нас иногда чудесные с ним происходили в жизни совместные походы. А вы, кстати, побывали у Юры Жванецкого? У него же концерт, рок-концерт должен был происходить. Да, я вам расскажу. Я пошел туда, в Мурьюзик, на концерт Юры Жванецкого. Прихожу, а там тусовка молодежи такой, по 15 человек будет есть. И они, короче, слушают там типа ремикс на Моргенштерна. А Юру надо ждать целый час еще, пока у него концерт начнется, для взрослых. Я там полчаса постоял, чуть с ума не сошел, сел в паршрутку и уехал. Не дождался. Ну, я вам скажу, что Юрий Жванецкий у нас участвовал в нашей программе, международном проекте «Время на года зима», кажется. Я тогда поразилась его техникой. Он удивительный художник. Юра прекрасный врач. И при этом он занимается живописью, музыкой. Как мне открыл глаза Алексей, я этого даже не знала. И причем такой музыкой рок направление. Вообще тяжелое направление для врача. Невероятно. И у него живопись отличается детализацией тонких линий, как иглой, как скальпелем. Невероятно. Очень тонкие работы, достаточно интересные. И поэтому, может быть, даже Жванецкого вытянешь как-нибудь к нам сюда. Может быть, он соберется. Не говорил ты его. Ну, посмотрим. Может быть, как-нибудь еще побываете в гостях. Впечатления о нем остались в памяти. В общем-то, я запомнила это имя, что для меня достаточно сложно. Художник хороший. Я хочу сказать, вот вы задели тему семьи. Это очень важная тема. В какой семье вы росли? Я родился на Урале. На Южном Урале. В горах. Не такие горы Южного Урала. Южный Урала. Горы. Южный. Да, горы такие низкие, разрушенные. Самая высокая гора, где-то там под Пельмью, она где-то 1200 метров. Остальное все-таки руины, развалины, как Леша сказал, греческие развалины. Но чем характерно, что там характерно? Там удивительная природа. Потому что одни самые старые горы в мире, да, на планете. И там выход минералов из центра Земли, так будем говорить, такой богатейший. И там растут, поверите, лианы растут. Ну, лианы. Вот я когда привез вторую жену мою, Царство Небесное, да, она удивилась, как здесь лианы. Ну, там такая благороднейшая земля, плодородная. И там очень красиво, удивительно. То есть я вот вырос в такой среде. У нас Галина Гатынюк тоже просто звала. Да, да, очень приятно. Я просто в такой среде. Отец у меня после фронта пришел когда, в 53-м году. Он ушел в 43-м году и в 53-м вернулся из Кореи, из Китая воевал там. Он рассказывал, как он воевал вместе с американцем, он летчиком был. Освобождал Берлин там, да. И потом через несколько дней с этим же составом воевали друг против друга в Корее. Да, да. Ну, это уже можно уже рассказывать. Элемент секретности был. Вот папа мне рассказывал, что их одели в китайскую форму без обозначения. Месяц они учили китайский язык. Они летали на самолетах без опознавателя. Но, слава богу, никто никого не убил. Ни американские летчики, ни советские. Вот так пугали, пугали друг друга. Очень интересно. И вот отец пришел, родил брата. Потом я в 50-м году родился. И он завел пасеку. Пасеку. И мое детство вот прошло. Первый месяц это в лагере. В лагере, пионер-лагерь. Это мама в лагере. В советское время это было. Хотя лыжи, коньки, что там говорить, да, на Урале. Лыжи, коньки это горы. А лагерь как назывался? Не Зойкостный город? Не, 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 не. Ну, откуда, с какого города? Это город Камбарка. Город Камбарка это между Ижевском и Уфой. А-а. Уфой там, ниже камня. Прямо на камне. На камне. А я ближе к Челябинску. Да. Как-то все спешнее. Ну, я понял, да, в Челябинску, да. А здесь... А в Уфе место силы. У меня получается, относительно Челябинска, юго-запад. Юго-запад. Вот. И детство мое прошло первый месяц в лагере, как всегда. А потом два месяца на пасеке. В тайге, можно сказать. Где, где, я гонялся, придурок, извините меня, за медведицы. Папа мне так потом выдал, да. А у нее два медвежонка. Я увидел, воржи медведицу. И двух таких комочков я. А-а-а, счастливый, лет 10, где-то 12. Бог просто хранил, потому что она могла порвать. Конечно, конечно. Но я же не знал об этом, придурок. Ну, папа там, мама плакала, папа от... Меня никогда не били. И я никогда никого не ударил своих детей. Ни за что. Вот. И я был счастлив тем, что вырос в любви. А мои деды, один воевал в гражданскую войну за красных, другой воевал за белых. И такие бородачи, староверы такие. Ну, такие ведреные такие. И так медленно напивались вечером возле костра. Там, да, такие медовухи. Медовуха, это божественные. Конечно, медовухи напивались. На славянские. И начинали, типа, а, тебя, зараза, зря тогда не зарубила. Я тебя зараза не застрелила. А, мама. А, утром в обнимку, прости меня, ты меня прости. То есть я это видел. Непонятная русская душа. Да, я вот маленький смотрел, вот два моих любимых человека, гражданская война воевали, красный, белый, еще толком-то не понимал политический расклад. Вот мой папа воевал с немцами, да. Вот я. И так думал, смотрю, там в роду. Прадеда воевал. Турецкая компания в Крыму, где-то здесь, в этих краях, да. Дед воевал в гражданах. Первая мировая с плена пришел в 25-м году. Я искал в Бельгии, но мне обещали бельгийские друзья найти. В 15-м году он попал в Крым под Бобруйском. И был там в Бельгии, в городе, город Уи. Вот. В Уиском я попросил, но обещали мне найти. И знал несколько языков уже. И его после смерти Ленина отпустили. Вот прадед воевал, деды воевали, отец воевал. И я так уже вырос, думаю, господи, неужели мне доведется и так. Слава тебе, господи, да, никого не слегал, кроме армии, кроме мишени, да. И к чему я тебе говорю? Что вот это вот окружение любви, окружение литературы хорошей, музыки, слежением за мной, мама, врачка следила, чтобы там все идеально было. И, конечно, вот эта общая любовь и смех, ржачка, вечная ржачка. Бабушки-юмористки, мама с папой-юмористы. И я вот видел их не как двух влюбленных людей, а как два кореша, два друга. И я тоже был среди них друзей, то есть другом был. Меня не было только, ну, как с папой, учись, не учись. Меня никогда не проверяли уроки. Я обижался, что всех. Там Вася домой, Наташа домой. А меня никто не ищет. Я приходил и плакал. Почему? Они говорят, мы тебе доверяем. Мы тебе доверяем. Вот я к чему говорю, что я вырос в полной свободе и любви. И потом я подумал, ну, что я буду врачом? Хотел быть хирургом. Что я буду врачом? И решил себе. Первое образование у меня техническое, обработка металлов, резание. Потом расскажу, это армия. Да, мне интересна была биография в этом плане. Сейчас расскажите меня. Меня направили на город Саратов, здесь город Марс и Энгельс. Сейчас уже можно, секретность раскрыта. Я разрабатывал закрылки баллистических ракет. Мне было первое ступень. Да. Но там в соседнем отделе, по-моему, в 27-м отделе. Причем, запомнил в 27-м, потому что 27 марта, день рождения у меня. В 27-м отделе была красивая девушка. Как сейчас помню, она была с Питера, с питерского политеха. А там какая система секретности? Вот ты заходишь в отдел, и из отдела выходишь, и уже все. Тебя сопровождают прямо охрана на выход, все. Ты никуда не имеешь, кроме своего отдела. В отделе где-то человек 15-20. Черчежи, кульманы, расчеты первые, эти АВМ, УУ, ГУДЯ, перфоленты, все тогда первое. И однажды я как-то так раз, 27-й отдел, к этой... И про них, чтобы просто поболтать. В секретный отдел увидел, что это, меня на ковер, иди в армию. И отправили меня в армию, да. Где я стрелял из-за ракет на Байконуре, под Байконуром ПВО страны. После этого я хотел пойти в Ижевский политех к Михаилу Ивановичу Калашникову. Даже меня брал сразу, без экзамена. Но мой друг с исторического факультета говорит, зачем тебе эти технические образования? Пойдем, вон, худграф тут есть. Ох, эти друзья. И я поступил на худграф, проучился с отличием до 4-го курса, до 5-го, извините, до 5-го курса. И мой руководитель говорит, хочешь учиться дальше? Конечно, хочу. Вот смотри, а тогда вот, как можно ругать угодно систему того образования, но тогда была такая система... Извините, я не утомил вас с полутомнёй, да? Да, это интересное воспоминание, потому что это история, действительно, это история нашего государства. А началось с того, что как у всех. Как у всех, но ничего не отличается, абсолютно. И тогда был обмен студентами, вот знаете, межвозовский обмен студентами. Допустим, из Владивостока студентов мог перевести в Киев, из Киева могли перевести в Питер, из Питера с понижением на один курс. Допустим, с третьего курса могут перевести на второй курс. Предудительно или можно... Нет, добровольно. Добровольно. Мне в СССР, это не палатка. Это не палатка. Значит, смотрите, был Всесоюзный совет ректоров. Это союз. И это называлось, как один из таких вот ректоров, я вам скажу, тогда это называлось включённое обучение. Мы могли и так, и так, много могли. И вы тоже попали? Да. Вот поэтому они многодранные приезжали. И предложили мне три города, Москва, Петербург и Харьков. Я съездил в Москву, в Репинску, посмотрел реализм командовый такой, пасхонный такой, ну, какой-то савдеповский такой. Поехал в Питер. Питер прекрасный, конечно. Ну, грустный какой-то, какой-то ненесённый. А потому что там же солнце мало. Петербург мне не понравился. Поехал в Харьков и увидел обалденную школу дизайна в Харькове. Мощную школу дизайна, современного, мощного такого. Хайпового. Сказал, всё, я хочу здесь учиться. И сперва поступил на, с пятого курса, на второй курс графики. И с графики перевёлся на монументалку. И закончил монументальное отделение. И приехал в Николаев, где ухаживал за вот этим молодым человеком. Водил его в музыкальную школу, когда мои друзья его родители не могли. И заводил. А теперь он огрызается. С Мишей дружим с детства. Ой, меня же интересовало, каким образом. Я сказал, что школа дизайна, да, очень-очень. Не школа там, как при этом все дети? Нет. Как-то сказать, академия. У нас на промышленной академии. Сейчас она академия искусства. А мы тут школы, в общем. А где школа дизайна, в широком смысле? Школой называется, это тот, в общем-то, круг людей, которые связаны с каким-нибудь учителем. Есть профессор такой, это его землеводом. Системность, связанность с системностью. То есть системность школы дизайна Харькова в то время, сейчас не знаю как, но я давно уже там не был связан. Сейчас, конечно, уже разговариваю. Она была сильнее даже московской, тем более киевской и питерской. Вот именно дизайн, промышленный дизайн. Наверное, потому что Харьков был когда-то столицей, да? Там вот именно хунил. Нет, нет. Отведей. Все отведи. Харьковская область когда-то была очень огромная. Нет, ну мне очень. Там очень мощная школа, как бы, Бурляка и Малевича. Все зависит от того, что здесь преподавалось. Девочки, мальчики, да? Как же научные школы создавались? Возле каких-нибудь интересных мест. Володя, сейчас будет фуршетная часть. Который был другом Маяковского, да. Маяковского и Бурлюка, да. Я рассказывал много о Маяковском. А тут есть что сказать, никакая фуршетная часть. Ну я имею в виду чай, печенье, когда люди будут уже говорить, не слушая рассказать. Михаил, можно вопрос? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. А вот все-таки скажите, ну вот как жанр, стиль? Вот что же одним словом? Жанр, стиль ваш? Мне просто очень удивительно, непонятно и восхитительно. Самое простое, самое кондовое простое, и уже заключенное во все аналы истории, во всем, во всему миру, это постмодернизм. Все. Вот климо поставлено в постмодернизм, дальше постмодернизма ничего уже нет. Вот закончим. Ну может быть школа Михаила Кузьминых, вот как эта школа, как это называется школа? Это называется стиль. Нет, нет, а школа Михаила, как? Не, нет, я никакой школы не преследовал, не преследую. Просто я ничего другого не умею делать, понимаете, вот кроме этого. Нет, могу много делать. Ничего не надо другой. Сушечкину же нарисовал. Ну какие-то последователи какие-то появляются, какие-то ученики возлюбаются. Нет, 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 и даже и никому не навязывали. Никому не навязывал. Нет, ну, пару человек что-то писали, диссертации по мне. Один в Кеве, один в Николаеве. Как они в диссертациях называли вашу стиль? Я даже не читал. Даже не читал. Даже не читал. Они писали в заголове, как бы, да. И в том числе, основная часть была про меня. Я не знаю, я не читал. Честно, неинтересно. Очень интересный вариант, когда человек... Ну, если мы начнем искать, как нам какие-то... Что-то нормальное, чтобы человеку говорить, ну, неинтересно, что они пишут. Ну, как бы, у женщин совсем иначе. Женщинам всегда интересно, что они говорят, что они пишут, что они скажут. Это женщина. А здесь мужской склад, поэтому мужчина, он идет своим, как это, как бульдозер, да, он идет по своей стиле. Ему совершенно не важно, что там под колесами. Ну, что можно сказать? Работы интересные, очень интересные. Можно говорить о разных работах. Мы немножко задели абстракцию, немножко задели декоративно-прикладной раздел, но здесь же у вас очень интересная живопись. И я хотела бы, конечно же, чтобы вы обратили внимание на автопортрет. Человеку было 20 с чем-то лет. Человек был молод, импульсивен, интересен. И его автопортрет тоже с большим трудом вырван у автора для экспозиции. Он тоже хотел его прятать. И, ну, кто-то все время мешает прямому эфиру, знаете, как, ну, Бог не дает нам, так сказать, легких путей. Ну, ничего страшного. Я хотела сказать, что как раз в этой работе, когда я увидела, я была когда-то наслышана о астерах, которые подделывали иконы. Это был серьезный процесс, это была серьезная, так сказать, тема в Одессе. Это были 80-е, даже не 90-е годы. И в конце 80-х целая группа художников занималась тем, что зарабатывала деньги таким своеобразным образом. Они подделывали иконы под старину, умели старить, живописи. Когда я увидела эту работу, у меня даже не было параллели, что это автопортрет, пока я не почитала об этом. Я сначала подумала, Боже, он случайно захватил, видимо, собственной коллекцией какую-то работу 19-го, 18-го века. Причем абсолютно четко об этом говорили, такие погрешности на холсте, я даже подумала, что это не пол, что это дерево. И думаю, Бог ты мой, какая серьезная работа. Я посмотрела, как она хороша. Невероятно интересные светоблики, светотени, интересное сочетание бронзовой кожи. Ну вот, вы знаете, здесь абсолютно все было настолько тонко, что можно было представить, что это работа 18-19 века. Я его спросила, вы занимались подделкой икон? Я просто учился живописи. Вот, поэтому, конечно же... Так он вам и скажет правду. Нет, ну сейчас это уже... Сейчас это уже, в общем-то, как бы... Криминальная кровь. Да, ничего, все, что было криминальным в советское время, сейчас называется бизнесом. Поэтому тут ничего нет уже криминального. Но, тем не менее, этот портрет показывает глубокое знание анатомии, очень хороший рисунок, очень хорошую технику и достаточно высочайший уровень для 20-летнего человека, чтобы он так смог написать, изобразить, отразить и, в общем-то, применить именно такие цветовые сочетания, которые здесь вот интуитивно, я уверена, он нигде не читал, об этом не считывал. Он просто на интуиции вот писал свой портрет, как ему писалось. Вот о чем он говорит, что он, в общем-то, как бы холодный ум, да, сердце вот в этом портрете. Оно у него, видимо, абсолютно спокойно, он писал именно себя, он конкретно мозгом знал, что ему изобразить, а сердцем он сам с собой вел беседу, потому что в этом портрете эта беседа продолжается до сих пор. И этим очень хороши портреты. Автопортреты остаются с нами, даже когда уходят художники. Они остаются... Почему большая печаль, Галина, большая печаль, когда портреты выбрасывают, когда уходит человек, и вдруг видишь, где-то возле эльфатора портреты удивительного человека, удивительного лица, очень интересный образ, который еще говорит. А ведь ему уже поговорить не с кем, его выбросили на задворки, это жутко. Поэтому мне хочется, чтобы автопортреты сохранялись в семьях, и даже сохранялись друзьями, и даже просто сохранялись, господа, если вам попадает автопортрет, поговорите с ним. Любой портрет. Да, потому что это очень серьезно. Но все остальное, интересная техника, сочетание разных стилей, вы здесь увидите массу интересного, может быть, из мифологии, а может быть, интересной символики, и символизм это достаточно с юмором, он легкий, он не напрягает, и вместе с тем он воздействует на подсознание, великолепно открывая его, совершенно без всяких, в общем-то, как бы... Мое впечатление, можно? Да, конечно. С удовольствием. Мы даем слово нашему великолепному Валерию Григорьевичу. Я хочу Алексею Пожатьевну. Да. И хочу сказать о своих впечатлениях о выставке. Почему? Потому что она меня задела за другое, как историка, профессионала, который, в общем-то, знает цену и достоинству Греции, Рима, Византии и всему тому, что создано руками человека. Алексей молодец. Я могу сказать... Михаил. То есть Михаил. Алексей тоже молодец. Еще какой? Мы этого просто еще не знали. Алексей молодец в чем? Но чувствуем. В том, что, во-первых, вы мне напомнили Петра Осиповича Корешковского. Это академика, историка, профессионала, который занимался нумизматикой и в том числе и раскатывал Ольвию, чтобы вам было интересно, как тоже человеку, который в Ольвии был. Так вот, благодаря этому человеку была создана Ольвия. Благодаря вам создана вот такая замечательная выставка. И я могу сказать, что то, что вы делаете, оно войдет глубоко в историю и кровь людей. И я думаю, что все то, что вы делаете, достойно звания человека. И я вас с этим поздравляю. Спасибо. Дворца. Валерий Григорьевич, кстати, умудрился получить образование историкой и защитить даже докторскую диссертацию в советское время у педагога, который не был коммунистом, но в силу его действительно великолепного статуса и безусловного авторитета, как у нас, так и за рубежом, его, в общем-то, как бы позволяли ему не только обучение, но и, в общем-то... Михаил, не руководите Валерием Григорьевичем. Это бесполезно. Валерий Григорьевич знает, что ему делать и когда ему сказать. Мы просто... формат у нас такой доброй встречи, поэтому если он хочет на этом остановить свою речь, пусть он на этом и остановится. Просто он очень верно сказал, что та историческая точность в этих работах, она завораживает. И она действительно прослеживается. И действительно эти работы останутся в истории искусства безусловно. И для нас великая честь, что они сегодня находятся на этих стенах. Вот и все, мои дорогие друзья. Общая часть наша завершена. И приступаем к прямому свободному общению. Мы можем камеры даже не выключать. Продолжение следует... Продолжение следует...